Здарова ребятушки, с вами Аладушки и у нас звонит телефон. Я тупо загрузился, а он берет и звонит. Что ты от меня хочешь телефон? Алло, Шварц у аппарата. Шварц, к моему ужасу ты на днях действительно принес пользу. К моему ужасу. О, мелкий проснулся. И не первый раз. Правда? Вы серьезно? Да, к сожалению. И теперь, если ты правильно разыграешь карты и укрепишь репутацию в министерстве, тебя скоро ждет повышение. И еще, Шварц. Да? Я буду с тобой приглядывать, постарайся не облажаться. Мелкий, стой. Нет, не то. Вот это. Что ты хотел? Да, вот учебник. Вот учебник. Я достал тебе учебник для основы барийской грамматики. О, спасибо, отец. Ценю заботу, но я же говорил, что мне нужен репетитор. А от учебника толку не будет. Мне нужен кто-то, кто сможет объяснить понятно и позаниматься со мной. Найдешь мне учителя? О, конечно. Спасибо. Я же... Как дела в школе? Это, наконец, нашел мне репетитора? Да, нашел. Это Нора Хельм. Что? Такая приятная девушка. Она тебе точно понравится. Тогда пойду поговорю с ней. Спасибо, отец. Закончить. Отлично. Дождаться, пока Алексея напишет контрольную. Ладно, дождусь. Так, что у меня тут по... Вроде как все терпимо. Я могу съездить на работу. Карьер... Заработать ты... Сколько? Десять тысяч, кстати. У меня семь тысяч. Вполне реальная цифра, на мой взгляд. Она что-то от меня хочет. Пойду спрошу. Там какая-то... Оп. Постучись, пожалуйста. Ой, там можно было... Добрый день. Должен быть господин Гюнцель. Да, и... Ничего, я просто хотел представить за Шварц, управляющего твоего дома. Если вам или вашей семье что-нибудь понадобится, дайте знать. Нам ничего не нужно. У вас такой мрачный вид. Вы велите хмуро, я вас обидел? Что? Ража не вышла? Что? Нет, я просто замечал, что вы немного... Ну, недовольны. Слюнь-чай, я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Вечно кто-то под ногами крутится. То дети, то жена, теперь еще и вы. Но он, кстати, алкаш, и да, у его семьи проблемы с ним. Мне надо всего ничего, посидеть вечером перед телеком, расслабиться. Но даже этого мне сделать не дают. И это после всех подвигов, которые совершил как офицер пограничного контроля величайшего союза. Знаем мы о подвигах? Вы работали пограничником? Да, поток контрабанды огромный. Я арестовал множество преступников. Но вы, должно быть, повидали много запрещенных предметов. От виски из Федерации Штатов до сигары из безумных... И безумных ксив. Безумных паспортов? Был один чудик на границе. Решил попытать счастье с паспортом двухметровой длины. Как этого чувака звали? Джош? Я не помню. По-моему, не Джош. Из Пепперс, плиз, который с нарисованным паспортом приходил. Кто помнит, ребят? Напомните, пожалуйста. Я преднаслужил нашей великой нации, а теперь только и остается, чтобы перед телеком сидеть. Очень жаль, очень жаль, ты слышишь. А, так и поверил. А с другими я поговорить не могу, да? Значит, вымогательство. Задача начата. Поговорить с Сабиной. Сабина, это она? Ну-ка, сейчас посмотрим. Норахемик, кстати. Господин Шварцкая. Малый к тебе еще не приходил, да? Мария. Нет, это тоже не ты. Погоди, Сабина. А, Сабина, это наша жена. Тьфу ты будешь. Добрый день. Так, закончить разговор и идти нафиг, пожалуйста. Ну, чувак лег спать. Ну, ко мне квест есть, но я ничего не могу с этим сделать. Блин, уже 9.30 утра, мне пора бежать. Хорошо. Выяснить воззрение коллег из отделов первого-второго. Во, мне пора на работу. Давайте, реведерчи, неудачники. Вроде как средства у меня еще осталось. Да, еще 3.3 я закупил, сколько раз в прошлой серии, о чем я удачно и забыл. Поехали. Ну, три, на, на, чего? Кстати, это... Погодите, это реклама изменилась или? Да, прикиньте, рекламы меняются здесь, на заднем фоне. Ну, эти плакаты огромные. Прикольно. Так, дружище, который ты ни разу не дружишь. Здравствуйте. Скажите, скажите. Да, да, да. Мне нужно оборудование. Ничего ты в ней... Да. Ничем ты мне не поможешь. Хорошо. Пойдем разговаривать. Сначала пойдем разговаривать с кошатницей. Добрый день, госпожа Байнерт. Я хотел... Господин Шварц, хорошо, что я на вас наткнулась. Вы измельчили дело 313? Ну, зачем же? Я пришла в архив забрать дело 313 для Стивена Хубертса, но оказалось, что его больше нет. В журнале измельчителя стоит ваше имя. В журнале... О, мне поручили уничтожить дело 313. Да. Поручил, но кто? Я не могу вам сказать. А что в нем было такого важного? Господин Шварц, в деле 313 были собраны свежие отчеты о деятельности сопротивления. Погодите, 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 минуточку, минуточку. По-моему, теперь все немножечко сходится. А что если... Ладно, давайте мы с ней договорим. Я вам попробую рассказать свою теорию. И его собирал один из наших сотрудников, Вальтер Булхаузер. Ох ты ж, блин. Я знаю, что вы тут новенький, Шварц, и просто выполняли свой приказ. Но выбирайте внимательно, с кем делить постель, если вы понимаете, о чем я. Поэтому я стараюсь по возможности не покидать свою коморку на первом этаже. Вы смотрите новости? Новости, никогда их не смотрю. Они так вот утручают. Ну вот как. Мне как-то хотел у вас кое-что спросить. Как вы относитесь к переменам? Ну, как вы относитесь к переменам? Вы относитесь к текущим изменениям событий? Как к текущим изменениям событий в стране? Я всегда подхожу к переменам с осторожностью. А вдруг станет хуже? Это недавняя переменная идея Великого Вождя. Ой, я не могу оценивать реформы Великого Вождя. Это было чересчур высокомерно. Понимаю, спасибо. Так вот, минуточку, на паузу. Ребят, смотрите. Булхаузер был честным работником. И он был в службе безопасности. И он собирал досье, ну, грубо говоря, на подполье. Наш вот этот перец, который нас скотенит постоянно, который типа наш куратор, приказал нам уничтожить 313-е. Теперь он дружит с музыкантом, с этим Хеклером. Короче, вот этим музыкантом. У него, музыкант явно, у него висит плакат, ну, не плакат, этот, флаг подпольщиков. Он собирает информацию для этого чувака. То есть, я думаю, что Мюллер, или не Мюллер, блин, как нашего чувака зовут, нашего куратора. Он пытается разломать систему. А музыкант, это его шпион. Теперь, в 313-м деле были у нас, получается, доказательства против повстанцев. Возможно, нас тоже подставили тем самым, чтобы превратить в пешку в этой игре. То есть, нас же изначально подставили, как мы попали в управляющий домом, нас подставили. Возможно, нас специально подставили для того, чтобы теперь сделать из нас дополнительные руки, которыми можно делать то-то или сё-то. Причём, когда я приехал, музыкант уже жил в этом доме. И он находится под государственной защитой. Но государственная защита, скорее всего, фейковая и сделана для него Мюллером. Так, всё, я понял. Теперь, второй чувак, который за перемены. Он против Мюллера. Я изначально к нему, типа, с плюсом отнёсся, но теперь я вот думаю. Мюллер меня, скорее всего, использует просто как орудие для продвижения каких-то своих вещей в правительстве. Или, скажем так, для совершения некого государственного переворота или что-то такое. А другой чувак, который за изменения. Теперь, кстати, чувак, который за изменения. Возможно ли, какая здесь... Нам постоянно напоминают, что это изменения, которые продвигает Великий Вождь. Какая у нас здесь ситуация с Великим Вождём. Потому что, если вы помните, во второй части Великий Вождь, это была просто красивая картинка. Возможно, здесь тоже это сбор правительства, который выдаёт свои изменения за изменения от Великого Вождя. Окей, давайте осторожнее с этим разбираться. С этим поговорили, это сделали. Ну, по крайней мере, мы из этого можем сделать некие выводы, как нам смотреть на ситуацию. Что же хорошо, поехали на второй этаж. 12.35, уже дофига времени. Первый, второй. Так, дедулька, мне кажется, ты точно будешь противоизменений. А, оставьте меня в покое, вы же видите, я сейчас не на службе. А где ты, урод? Ты в здании? Ну, блин, ладно. Добрый день, хотел представиться. Я Фрэнк Шварц. А ты кто? А, новичок, добро пожаловать. Армин Крайнерт. Увел нас в ботчи. Рядом познакомиться. Работайте в отделе реформ, не так ли? Реформы. Все верно, это моя страсть. Я смотрю, вы уже сориентировались на новом месте. Если чему ты научился своих родителей, так это тому, что осведомленный залог уверенности. Приятно встретить в Министерстве еще одного семьянина. Родителей нужно уважать, пока они с вами. Воистину, господин Крайнерт. Как поживает ваша семья? Семья для вас очень дорога, как они поживают. Но, знаете, господин Шварц, я уже какое-то время ухаживаю за своим больным отцом. Никогда еще так явно не ощущал скоротичность жизни. Он прекрасно вас понимает. Обычно люди это осознают, когда уже поздно. Мы понимаем, как драгоценное время, только когда оно уже заканчивается. Закончить. Но поговорить... Все на обеде, что ли? Оставить меня в покое, если нужно, заходите ко мне. Понятно. Ну, нужно подождать, пока обед закончится. Ой, а тогда покажешься с тобой по трендю. Давай. Узнаем твое мнение. Нужно из первого и второго отдела, да? Да. Здравствуйте, господин Шварц. Вы читаете газеты? Ну да, конечно, читаю новости, когда есть время. Сейчас столько всего происходит, а? Столько перемен. Нельзя ли конкретнее, господин Шварц? Ну вот, яблоки, к примеру, много лет они считались опасными. И были под запретом, а теперь вдруг разр... Реши... Погодите, все яблоки разрешили? Я не помню. Или только какие-то, ладно. Не слишком ли далеко все зашло? Нет, что вы об этом думаете? На верхушке сам не знаю, что... Я не это хотел сказать! Ну, я не знаю. Думаю, хорошо, что теперь можно есть яблоки. У меня от бабушки остался рецепт яблочного пирога. Быстро и вкусно. Я бы испекла его вновь, если руки дойдут. А почему вы спрашиваете? Не любите яблоки? Да нет, люблю. Наверное, я очень давно их не ел. Закончить. Понятно, что ты давно их не ел. О! У нее дверь открыта, если что. Но я в нее постучусь. Как джентльмен. Джентльмен. Да, Фелс. Господин Шварц, что такое? Вы смотрите новости. Я знаю, что вы сделали. Вы знаете, о чем я хотел спросить? Вы хотели спросить, видели ли новости, одобряли ли рефор... Ох ты ж, погоди, погоди. С тобой не все так просто, да? Или вы хотели одолжить степлер или карандаш? Неужели слухи так быстро распространяются? Вы меня раскусили? Если то, вы знаете, госпожа Фелс. Так что, вы поддержите реформу? Не думаю, я тебя совсем наивная, Шварц. По вашему вопросу возьму и выложу все свои политические убежи. На что вы себя заменили? А теперь живой, говорите, зачем вам эта информация? Вы что, планируете заговор? Нет, конечно. Нет, как вам такое могло... В голову пришло? Ну ладно. Она так сказала, ладно. Но я буду за вами наблюдать. Такие дерзкие вопросы обычно задают глупцы или хитрецы. Одни опаснее других. А теперь выйдите, Шварц, или у вас остались вопросы? Вы возвращаться в кабинет будете или нет, мелкие твари? Вот, этот идет уже. Давай, 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 чеши скорее. Ты в 12-м вроде, да? Если не ошибаюсь, да. Давай, этот возвращается. Как раз со всеми вами потринью сейчас. Что? Обстановка ухудшается? У меня какой маленький вопросик. Поверьте, пришли ухудшить без того плохой день? Вы правы, все вокруг становится только хуже. Только хуже и хуже, да? Странно катится к чертям, я же много лет это говорю. Эти реформы, которые все обсуждают, просто еще одно тому подтверждение. Эти слизанные, зализанные советники сначала улыбают в тебя все 32 зубных протеза, а потом вонзают нож в спину. Мир по натуре злой, Шварц, только люди еще хуже. И реформами это не изменить. Ясно, спасибо, господин Вюргер. Надо будет как-то подытожить. Так, давай, чеши скорее, инвалид. Блин. Лаги вообще, кстати, ни разу не радуют. Так, дружище. Это обязательно? Во-первых, вам письмо. Вам пришла почта, господин Майнхарт. Давайте сюда. Штамп о получении, поставленном более получаса назад. На следующий раз побыстрее, или я оставлю пометку в вашем деле. Можешь, знаешь, куда сходить насчет? Расскажи о себе. А чем занимается личное время? Есть у вас хобби? Не ваше собачье дело, Шварц. Я просто пытался поддержать советскую беседу. Засуньте свои беседы, и сами знаете куда. Тут даже куда-то свое письмо сейчас засунешь. А что, у вас что-то важное по работе? Читаете газеты? Конечно, на моей должности всегда нужно держать руку на пульсе. К чему уклоните, Шварц? В последнее время происходит много перемен. Не ходите вокруг да около. Внезапно сняли столько запретов. Ну и... Странно, да? Некоторые перемены весьма странные, не находите? Скажу вам честно, Шварц, свобода обоюдоострый меч. Люди говорят, что хотят сами решать, есть ли им яблоки. Но не дай бог у них от этих яблок заболит живот. Тогда сразу виновата окажется министерство за то, что разрешило яблоки. Люди говорят, что им нужна свобода выбора, но ответственность за их же действия в конечном итоге ложится на министерство. Вряд ли кто-то думает такими категориями. Ну, возможно, в вашем мире. То есть, на нас с вами, по-вашему, это справедливо? Нет, это неправильно. Мне бы тоже хотелось, чтобы все было иначе, но людей не изменить. Тут вы правы, Шварц. Так что, когда Великий Вождь вводит реформы, мой долг их реализовывать. Или вы считаете иначе, Шварц? Нет, конечно. Все же, иногда задаешься вопросом. Все ли реформы, идеи Великого Вождя, все ли советники Великого Вождя действуют в его интересах? Может, кого-то из них больше заводит собственное благополучие, чем его? Если так, то как оценить полезность реформ? И почему вы задаете все этими вопросами, господин Шварц? Да так... Досужие размышления, знаете ли. А вы о мне, чем я думал, Шварц. Это не значит, что вы мне теперь нравитесь. Давай, до свидания. Сообщите вину Хубертсу, политическую для... Теперь я вот насчет Хубертса... Если, если, моя теория верна, если то, что я разложил правильно, то Хубертс может оказаться очень опасным человеком. То есть, я вот как раз недавно размышлял о том, кто у нас тут есть подполье, и кто у нас тут вторая, так скажем, невидимая сила. И оказывается, что, наверное, все-таки Мюллер, он и есть вторая невидимая сила. Посмотрю дальше. Надо будет поискать доказательства того, что я себе нарисовал в голове. Если оно будет дальше подтверждаться, то я готов вполне в это поверить. Что у вас сегодня? Красные яблоки разрешены, и очень вкусный, но слабительный торт. Слабительный торт, да. А ты у нас так... Погодите, он не взял книжку? Этот Абултус не взял у меня книжку по грамматике? То есть, я ее купил за пять сотен, да? И вот все. Есть ли у меня еще чем заняться на работе? 17.50, наверное, нет. Надо валить домой. Может быть, я успею поговорить... Блин, да ну... А, я на первом этаже. Куда я собирался дальше ехать? Не знаю, что мне казалось, что я на третьем этаже. Не знаю, с чего это взял. Может, я успею поговорить со своими домашними? Где-то надо что-то так. Поговорить с Сабиной, поговорить с Аликсом, дождаться, пока он напишет контрольную... А сколько это? Мне прям 84 часа ждать, пока он напишет контрольную. Через 84 часа задание будет уже провалено. Так, хорош лагать, пожалуйста, игра. Хватит. Так, что ты хочешь? Все кончено, Фрэнк, мы обречены. Я получила письмо, кто-то требует денег. Огромную сумму. Ну за что? Этот человек заявляет, что Ким нарушила требования статьи, а он он конформист. О, нас кто-то шантажирует. А он грозит всем рассказать об участии Ким в демонстрации. А кто-нибудь что об этом знает? Кто-нибудь рассказала? Я, ты с ума сошел? Нет, конечно. Если кто-нибудь узнает, это будет стоить мне работы. Пионер-вожатый, который не смогла научить собственного ребенка жить в системе, если это выйдет на свет, меня уволят. Могу даже лишиться прав на пенсию. Ты должен был перехватить до 7 в министерстве, раз это этого не сделал. Конечно, сделал, иначе уже давно поднялся бы шум. Но, очевидно, кто-то еще в курсе делал. Нечисляю, насколько Ким бросается в глаза этот неудивитель. У тебя нет идеи, как кто может насшантажировать? Нет, но письмо очень детальное. Это не пустые угрозы, Фрэнк. Это очень плохо. Нужно что-то сделать. Ты должен достать деньги. Ты права, я тоже не вижу другого выхода. Иначе мы потеряем все, и на этот раз абсолютно все. Допустим, я разберусь, я достану деньги. В конце концов, ты ведь снова работаешь в министерстве. Должны же у нас быть хоть какие-то сбережения. Сейчас главное откупиться от шум-тажиста. Деньги можешь заработать заново, а вот репутацию нет. Кстати, дорогой, не рассказывай об этом Александру, ладно? У него это хватает причин беспокойства. Отношения между детьми без того нати... А, у нас еще и отношения между детьми. Заплатить шантажисту? 6 тысяч? Ну, оно без... Ну, только я хотел сказать, что оно без счетчика. Ну, блин, фига, ну со счетчиком. Так, тут у нас ничего нету. 6 тысяч я вообще, блин, ни в жизни не достану. Ну, то есть вот так вот по 100 баксов зарабатывать... Это, конечно... Ну, 3 тысячи, но это половина того, что у меня есть. Смотрит телек. Кстати, а фиг ли ты телек смотришь? Где ты что-то хотел? Как дела в школе? Мне нужно идти заниматься, я поговорю потом, ладно? А что ты так-то стоишь, телек смотришь, если тебе нужно идти заниматься, обалдуй. У этих, у них ко мне квесты, но, блин, я не могу с ними поговорить, черт побери. Так, пришел этот черноторговщик. Эти все пошли спать, эти пошли спать. Чувак пошел выкидывать мусор. Погодите, чем там наша дочь занимается на улице в 11 часов вечера? А, она с крысой, то есть это... Военный... Блин, когда? Я знаю о тайных наклонствах вашей дочери, кем? Если не хотите, чтобы коллеги по работе узнали о вашем провале в воспитании, приведите деньги по указанным, стало 7 дней, обойдешься. Да, блин. Так, иди сюда. А я собиралась почилить? Блин, ты вечно собираешься почилить, да? У тебя, типа, все нормально. Тут все спят. Там все спят. Я до сих пор, честно говоря, не уверен, могу ли я заходить в квартиру, пока люди спят. Ну, давайте я попробую. Вот просто еще раз. Потому что тогда меня тут же обнаружили. Могу. Только нельзя бегать, да? Фото с мужем. То есть, да, я могу все-таки... Гид по иностранным языкам. Ага. Окей, это нужно учесть. Время 3.25. Надо скорее. Карты. Гид по иностранным языкам. С каждым разом интереснее и интереснее. Надо поскорее валить отсюда. Газета. Там ничего нету. Наверное, я печку еще не осмотрел. Но я буду потихонечку отсюда чесать, потому что уже... Блин. Все, до свидания. Теперь у меня везде камеры установлены. Ну, наконец-то. А теперь верхнюю квартиру надо будет обыскать еще. Хорошо, но это уже не за эту ночь. Я доволен, что я... Видимо, тогда мне просто не повезло, что я зашел, этот чувак сразу проснулся. У меня камер не осталось. А их нужно бы купить. Итак. Единственный, кто знает... Как мне кажется. О том, что происходит. Это... Нужно идти за... Так иди, блин, занимайся. Да, единственный, кто знает, так это чувак... Ну, вернее, чувиха, которая... У которой я это дело и выудил в свое время. Я могу, конечно, пойти пока что по сдавать кучу разных этих характеристик. Да, это тоже денежка придет. Но 6 я не наберу. Во-первых, сдать не могу, да? Да, нос... Кстати, досье. А... Отправить. Это то, что он пьет, да? Хорошо. На тебя... А, ты еще и по телефону разговариваешь, тварь, да? Ты у нас, дружище, вот ты у нас еще и пьешь. Тоже до свидания. Про вас. Ой, про вас прям накопилось. Отправить. Вряд ли это будет про детей. А, нет, про детей. Вот, он грустный, и он плачет, ему плохо. Так. Смотрит телевизор. Мой же отпрыск. Про жену неведомо. Про дочь. Я могу, собственно, уже дочь арестовать, если что. Так, а чиновники? Надо с нижних начать, да? Так. Ну, это кого я знаю. Так, так. Отправить. Ты. Раз, два, три. Отправить. Ты у нас, дружище, отправить. И ты тоже кофе, конфетки отправить. Пять пятьсот. Окей. Что-то где-то набралось. Так, про вас я пока ничего не знаю, да? Но это я сам на себя же, я же не буду стучать. Супер. У нас есть много, в принципе. Семь пятьсот. У нас пятьсот засчиталось. О, ко мне квест идет. Сейчас посмотрим, что она хочет. Мне пятьсот поинтов засчитали. За что-то, по-моему. Итак, здравствуй. Ты Тим, да? Да, что? Я господин Шварц, управляющий. Будем знакомы. Вы недавно переехали, так что, если будут проблемы, дай мне знать. В смысле, если что-то в квартире сломается или как? Ну, например, здесь в стиральной машине будет работать. или что-то другое вести себя плохо будет. И что вы будете делать с человеком, который поступает плохо? Он уже приценивается, чтобы сдать сложный вопрос в зависимости от ситуации. Но прежде всего мне необходимо об этом знать, так что расскажи мне обо всем. Что вы с человеком, который вам расскажет? Я все проверю. Если этот человек действительно совершил что-то плохое, я прослежу, чтобы это не повторилось. Но буду знать. Ладно, Тим, хорошего дня. Господин Шварц, погодите. Да, Тим? Да нет, ничего. Ну же, Тим, тебя явно что-то тревожит. Просто хотел насчет этого человека. Человек, который поступает плохо? Да, его. Это может быть кто угодно? Теоретически, да. А что? А если это будет, скажем, полицейский? Тут уже сложнее. Обычно полицейские не делать ничего плохого. Смешная анекдота. Но если все-таки... Тогда будет проверка. Если выяснится, что это полицейский и правда делает что-то не так, его остановят. Понял. Спасибо, господин Шварц. Ты знаешь, что такого плохого полицейского? Я... Нет, нет. Я просто спросил. Я понял. Ну, у тебя же все равно, господин Шварц? Что такое? Да нет, ничего. Говори же. Я просто дома, обстановка напряженная. Я уже задолбался. Мне жаль. В чем дело? Отец вечно не в духе. Орет у нас, особенно на мать. Это нехорошо. Хочешь с ним поговорить? Ну, нет. Это не ваше дело. Оставьте папу в покое. Мой отец герой. Ясно. Настоящий герой. Он охраняет наши границы от врагов снаружи и предателей изнутри. Там ему иногда тоже приходится действовать жестко. Некоторые люди просто не ценят его, что имеют в нашем... Не ценят то, что имеют в нашем величайшем союзе. Они хотят сбежать, придав великого вождения. Тогда отцу приходится стрелять. Думаете, ему это нравится? Сейчас ему просто нужно передохнуть. Он не лентяй, а уж тем более не алкоголик. Ему просто нужно отпуск. Он лентяй и алкоголик. Еще, скорее всего, жестокий человек. Минуточку, а у нас... Огнетушитель сперли. Я только сейчас заметил. Ладно, ладно. Я не собирался вмешиваться. Просто размышлял вслух. Если я могу как-нибудь помочь, дай мне знать, хорошо? Только к папе не лезьте, слышите? Слышу, слышу. Господин Шварц, мне нужна ваша помощь. Чем дело? Чем дело? Что такое? Родители мои. Только я делаю, что ругаюсь. С тех пор, как отец стал сидеть дома, весь день он постоянно не в духе. Орет на нас? Мне жаль. Вы-то не виноват, но разве это нормально? Вот что... Вот вы часто кричите на жену... Вот вы часто кричите на жену с детьми, господин Шварц? Нет, жена бы мне не позволила. Да и незачем ни на кого кричать. Мама говорит, что отец не виноват, что он просто недоволен работой и что работа его угробила. Вот как. Он работает по граничникам, он сейчас на больничном. Мама говорит, что он уже не справляется, но развод это не повод орать на... Разве это не... Это повод орать на родных? Тут нельзя обобщать. Порой это расстраиваются, и порой у них на это есть причины. Он только кричит на вас, или это... Или что-нибудь еще плохое делает. В смысле, бьет нос? Нет. Ну, пока. Нет. Я волнуюсь за маму. Он в последнее время с ней постоянно психует. Мне за нее страшно. Не бойся, Тина. Вы можете что-нибудь сделать, господин Шварц? Лата? Лата я тебе не принесу, извини. Сказали ли, если что-нибудь будет не так, сказать вам, и тогда вы поможете. Да, я помню. Боюсь, тут не все так просто. Так, я и думаю, никто не хочет отступаться. Ну и ладно, в следующем году я выпущусь из школы и свалю отсюда. Мне жаль, но в этом случае мои руки связаны. Ага. Ну, не так уж и связано. Узнать больше о Герхарде Гюнцеле. Герхард. Гюнцель. Жрет, как не в себя, сидит дома. Больничный у него, посмотрите. Эти постоянно грустят. Эти постоянно пьют. Вот. Может мне на работку бы, кстати, сходить? Ладно. Дождаться, пока лиц на пирсконтроле, сообщить Стивену Хуберцу, который Хьюберц политический взгляд. Их 81 час остался. Давайте я, наверное, съезжу-ка я на работку заплатить шантажисту. Я, правда, не знаю, что я там всего лишь полдня буду делать. А, нет. Мне нужно попробовать поговорить с... Ну, вы знаете, я думаю, что нас вот эта тетка шантажирует со второго этажа, у которой и было наше дело, собственно. Хватит лагать, скотина. Так, мне нужно оборуд... А, погодите, камера. Но камеры мне сейчас не критичны, кстати. Я, если что, потом их куплю. Я не хочу сейчас тратить деньги. Ой, сраная почта. Кому? Ясно. Мне как раз на второй этаже нужно. Нет. Оставь меня покойным. Блин. Вот ты тварь. Ну, ты же еще вернешься или ты уже домой свалил? Ладно, потом отдам тебе. Так. Господин Швардж, что такое? В смысле, блин, что такое? Он в кафетерии, он не домой, да? Или он уже домой сейчас пойдет? Сейчас посмотрим. 17.35? 17.35. Отмычку у меня нету? А, есть три. Ну, и до свидания. Об шарику я твой офис еще раз. Что-то я не знаю. Это потратилась сейчас отмычка или нет? Подождите. Нет, не потратилась. Ну, в смысле, дважды не потратилась. Это хорошо. Газеты. Это все я уже знаю. Это все я уже видел. Я тебе... Фото с собаками. Себел ее собак. Вот же собака. Это тоже самое обыскиваю сейчас. это тоже самое. Светлое завтра. Я тут ничего не узнаю. Только отмычку зря выкинул. Это печально. Хорошо. Тогда мы можем сейчас... Мириам Стокер. Мне бы еще, кстати, на третий этаж туда пробраться бы. Мы можем сейчас пойти... Наступает ночь. Мы можем пойти на верхний этаж и попробовать обшарить квартиру этого патронка. Пока они все спят. Я надеюсь, что они все уснут. Мне тут надо... Ну, конечно, мне тут надо. А, вот, кстати, еще 300 баксов. Окей. Смотрите. 600 баксов... 6 тысяч баксов у меня будет, грубо говоря. Проблем в другом. Я их тратить не хочу. А что будет? Мне просто тогда интересно, что... Знаете что? А я же могу чем-то пошантажировать этого чувака. Зачем я подсматриваю? Я же могу так посмотреть. Так, 23. Быстренько. Пожалуйста, не просыпайтесь, никто. Тут камеры мне устанавливать не надо. Что хорошо. Зеленые яблоки. Ах ты ж. Предатель. Нет, чтоб красный есть, как все нормальные люди. он берет и зеленый лопает. Ну, это ж прям просто враг народа. Не сюда. Сюда. Час ночи. Трость. Древнее эффективное средство воспитывание непослушных членов семьи. Оооо. Так, он их все-таки бьет. Тут ничего нет. Тут. Косметика. Качественная косметика под тон кожи. Скроет все, что угодно. Я заберу. Косметика для того, что... Косметикой, скорее всего, жена красится, чтобы побои маскировать. Газета. То есть, у него есть трость. Уууу, сахар. Делает еду и жизнь слаще. Тут есть балконы. Серьезно. Это я обыскивал, я не помню. Да, тут газета. Хорошо. Бегать нельзя. У нас 3.35. Это я собрал. Так, хорошо. Получается... Получается или не получается? У него тут запрещенка, у него тут куча всего. Узнать больше о Герхарде Гюнцеле. Ну, узнали. Сейчас я пойду быстренько на него характеристику составлю. Я могу его вообще отправить, знаете что? В самом-то деле, если я смогу к нему это привязать, я могу его отправить очень далеко и очень надолго. Это, это, это. Нет, да все. Почему Escape туда нажимается, а не сюда? Яблочки кушает. Почему? А, сахар на Марию Гюнцель у нас, да? А, сахар на Марию. А это интересно. Да, выйди, пожалуйста. Узнать больше. Итак, 6.25. Поехали, может мы сможем с ним как-то поговорить по-человечески? Так, все с ними дома. А, Шварц, в чем дело? Вы в порядке? Сдача как управляющий внимательно следит за тем, что происходит в доме. Поэтому хотел узнать, все ли у вас в порядке. А что может быть не в порядке? Там, в доме, в квартире, в семье, с женой, все хорошо? Может, есть проблемы, которые вы хотели бы обсудить? Что? Да как вы смеете? У моей семьи никаких проблем. Усёка, если бы и были, не твое дело. Я слышал другую версию. В чем ты слышал? От кого? Кто тут языком тряплет? Это наши личные дела, и никого не касаются. Так, посмотри, ведь... Не надо мне тут смотреть, я по границ, понял? У меня и так жизнь тяжелая, тут еще какие-то... какой-то сачок в мои семейные дела лезет. Вы сейчас не работаете, так? Кто тебе это сказал? Жена никчемная корова, или мелкая, и ты его не слушаешь, он дурак. Разможешь ты говорить в собственной семье, господин Гюнсель? Завали хлебало. Я понял, это была дочка, точно этот стерва тебе на уши присела. Не обращай внимания, она брешет, как дышит. Господин Гюнсель, таком тоне продолжать разговор бессмысленно. Возьмите себя в руки. Да мне начихать, проваливай, а то получишь. Я... Ну ладно, как скажете, ну будьте готовы к последствиям. Мне бы додо. Мне бы додо. Поцелуй в зад. Узнать побольше. Я могу на работе о нем узнать где-нибудь. Я бы так по-хорошему подбросил бы ему что-нибудь, и все, и до свидания. Если я сейчас на работе о нем ничего не узнаю, то я могу в принципе стырить у них сахар, подбросить наркоту или прям в кровать там куда-нибудь, и он поедет очень далеко и надолго. Ну хорошо. Узнать больше. О, все, только приходит на работу. Отлично. Нужно будет доставить письмо. Тепы нам инфу получить. Добрый день, господин Шварч, я могу помочь. Явно не у нее. Сообщить... Блин, я Стивену так и не сообщил, если что. Ладно. В конце рабочего дня сообщим. Поехали пока что на второй этаж. Вот этот дебилоид. Что? Я для вас письмо. Господин Бюргер. Кажется, это только фамилия на Царпан. Обратного адреса нет. Спасибо, господин Шварц. Хоть какой-то лучик надежды. Письмо. О. Хорошо. Давайте поговорим с остальными сотрудниками. Может, нам кто подскажет, где получить инфу про Гюнцеля. Явно не ты. Может, ты? Он там штампики ставит. Расскажи себе, это не обязательно? Блин. А, погодите, может, я могу позвонить? Что это я, в самом деле? Может, я могу позвонить и мне немножечко досье дадут? Сейчас попробуем этим заняться. Значит. Сядь, пожалуйста. вот сюда. Набрать номер. Мюллер. Давайте сначала Мюллером. Не смейте, похоже, Мюллер не у себя. Так. Я думал, что я могу, может быть... А это что? А, понял. Я могу, кстати, посадить. За денежку. Так, дружище. Однако, в данный момент, похоже, находится в отпуске и не очень-то Мурад. Кстати, никому не могу? Нет. Давайте тогда еще раз все-таки позвоним, позвоним нашему новому приятелю Стивену. Стивен Хобертс. Это Фрэнк Шварц с первого отдела. Приветствую, Фрэнк. Как ваши дела? Что нового? Я понаблюзал сотрудниками, сделав 1 и 2. Покорился ними и теперь знаю их политические взгляды. Хорошо, хорошо, но вы же понимаете, мое время ограничено, так что устраивать несколько созвонов по одному вопросу будет неэффективно. Так что уточню, готовы отчитаться по всем сотрудникам отделов 1 и 2 или вам еще нужно время? Да, отчет готов. Я выяснил политические убеждения каждого сотрудника. Отлично, Фрэнк, отлично. И что вы же выяснили? Какая позиция ваших коллег? Кто поддерживает прогресс? И кто ему препятствует? Кто нейтрален? Чи взгляды узнали, Фрэнк? Так, начнем с Сюзанны Байнерт из отдела 1. Блин, это мне вручную я уже не помню, за что она. Так, а, она не хотела критиковать. Нейтрально, против прогресса. Нет, минутку, ей не нравится, но потом она сказала, что не хочет критиковать. Она против прогресса. Не идет много времени, она едва ли не фанатично ратует за то, чтобы все осталось по-старому. Баррет, вот так новости, но в тихомом эти черти водятся. Может показаться, что Байнерт интересует столько ее кошки, но она но на деле она ярый реакционер. Ценно в людей, Фрэнк, даже не подумал бы. Неплохо, же насчет других. В отделе 2 работает Ханс с Майнхарт, не поверите, что я о нем узнал. Майнхарт это... Погодите, там 3... Нет, там девушка, старичок, а Ханс это кто? Черт, надо было лучше подготовиться к этому. В любом случае, по-моему, они оба были против. Живет в прошлом, если бы он мог, вообще бы запретил бы реформу. Это согласуется с нашими данными. Майнхарт опасен. А, это, видимо, все-таки старик. Я понял, хорошо. Неплохо, Фрэнк, неплохо. Кто следующий? Шанталь Зибальд. Полна сюрпризов. Что она сказала? Вот ее я вообще не помню. Это первая, которая сидит в самом ближнем кабинете к выходу. А я не помню, что она сказала. Нейтрально? Ни за, ни против прогресса. Смотрите-ка, я думал, госпожа Зибальд одна из нас. Блин, возможно, да, возможно, я сейчас подставил. Он не хочет себя ограничивать. А, придется, под конец каждого придется, выбрать сторону. Под конец? А, Фрэнк, под конец. Значит, Шанталь Зибальд. Фрэнк, я очень рад, что мы заручились вашей поддержкой. Что скажешь, конечно, насчет остальных? Увидитесь, тому, что я узнал о Вильгельме Вюргере. Вильгельме все новое, хотя вообще он просто ненавидит всех и вся. Да, Вильгельмбергер Пол Энжелчи, стоит списать его со счетов. Великолепно, Фрэнк, кто он еще остался? Стоит помянуть о Сибиле Феллс. Она она нейтральна. Никак не определилась с мнением. Правда, госпожа Фельдшаль, я был бы рад видеть ее на нашей стороне. Ну, посмотрим, может еще решиться. Отлично, Фрэнк, очень хорошо. Она нам очень поможет. Хорошо, и что теперь вы со мной свяжетесь, когда? Обязательно, Фрэнк, обязательно. Вскоре нас ждет тесное сотрудничество. Я получил еще 200 с чем-то этого, да? Реакции вместо укормушки. Блин, погодите. Шварц у аппарата. Шварц, у меня для тебя задание. Задание какое? Нам нужно освободить место в отделе второго министерства. А при чем тут я? Потому что освободившись из кабинета останется тебе, поверь, это не мое решение. И, естественно, тебе самому надо все устроить. Как же это? Ну, ты, Торман, Шварц, нужно сделать так, чтобы кого-нибудь из-за дела два выгнали. У кого-нибудь должны быть скелеты в шкафу, найди компромат или подбрось его. И еще, Шварц, выбирай с умом. Как выберешь и составишь донос, сообщи мне. Все понятно? Думаю, да. Думаю, да. Нужно найти компромат на кого-нибудь из-за дела два, донести и отчитаться вам. Понял. Очень хорошо, похоже, что не безнадежен. Может, это повысит твою репутацию достаточно, чтобы можно было задуматься о твоем повышении. Не разочаруй меня. Так, ребятушки, у нас так-то есть компромат на на вот этого чувачка, на четвертого. Но хотим ли мы именно его арестовывать? Знаете, что? Давайте тогда на этом закончим серию. Я хорошенько взвешив все за и против, обговорю, подумаю. Ой, блин, этот пьяный пограниц хочет со мной, наверное, поговорить или что-то еще. Блин. Опять же, это будет уже следующая серия. И я пока между сериями подумаю, кого я хочу подставить на втором этаже, потому что так-то у нас есть компромат, но мне ничего не стоит компромат украсть и подбросить кому-то другому. Поэтому я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Пока что на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok